Микс Ньюз. Утро на балконе. Экс-президент и медик, врач, что немаловажно в данной ситуации. Изначально мы планировали говорить про освещение памятника свободы, но начнем мы, конечно, с самой, наверное, актуальной обсуждаемой темы на сегодня. Это, конечно, ситуация чрезвычайного положения и пандемия, и все ограничения, которые в Латвии на сегодняшний день существуют. Какое у вас мнение на весь этот счет? Стоит бояться вируса, не стоит бояться вируса? Достаточно ли меры приняты? Ну, уже 10 вопросов задали. По очереди. По очереди. Во-первых, конечно, этот ажиотаж и все-таки тревожность во всем мире намного больше, чем именно опасность самого вируса. Прежние вирусы SARS, например, были намного более неприятны для здоровья, но они не распространялись по всему миру так быстро, как этот вирус. То есть, он создает ажиотаж. Все мы боимся. Но самое главное для людей, для каждого человека и для каждого государства, правительства каждого государства, это сохранять трезвую голову. То есть, смотреть, что происходит, принимать меры. И самое главное прислушиваться специалистам, вирусологам и инфектрологам, как правильно поступить. Потому что есть некоторые мифы, что надо обязательно иметь лекарство, которое вылечит этого. Но тогда надо понять, что от простуды у нас никогда не было специфического лекарства. Мы лечились с чаем, кто-то чесноком, кто-то медом, кто-то лимоном. Есть сейчас важнее тогда другие лекарства. Да, так выяснили много-много-много. Это обычно. И так же надо поступать в этот раз. И вакцины там много говорят. Но вакцины на SARS нет. Несмотря на то, что эпидемия была, ну, более почти 20 лет назад. То есть, надо трезво посмотреть, что это все-таки один из видов простуды. Но где опасность? И где надо опасаться? Он смертелен тем, которые хронически больны. То есть, вот эта группа хронических больных, и основном хронически больные люди, это пенсионного возраста, которых надо защищать. Их надо защищать. Мы-то, я говорю, мы-то молодые, да. Для нас это не так опасно, да, как именно для тех, которые хронические болезни. Ну, что делать? Есть только один хороший принцип и метод. Это не распространять. Вот поэтому сейчас эти меры принимаются. Да. Надо понимать, что это чрезвычайные меры. То есть, не надо обижаться, если будут какие-то меры, которые, ну, например, мирное время, мы бы сказали, да, это незаконно, это не должно быть, или это затрагивает наши права, да, нашу личную жизнь, да. Это надо забыть, да, потому что других мер нет. Других мер нет. То есть, вот эта изоляция, да, например, вот сейчас, сегодня, да, завтра, будет возвращаться люди. Им надо понять. В большом количестве, да. Да. Ну, в большом, трудно сказать, но это не будет до 10 человек, это будет пара тысяч, да. Ну, там, конечно, вопрос, ну, возвращаться, не возвращаться, почему не возвращаться, ну, ответ может быть таким, да, что Латвия более-менее спокойное место, чем они где-то в другом мире. Ну, конечно, им надо понять, что их надо изолировать. Я не очень верю самым изоляцией, потому что люди такие, ну, я самый крутой, да, я знаю, как надо делать. Да, тем более я приехал, я хочу там продукты закупиться, еще куда-то сходить, в парикмахерскую, и пошел. Из этого я бы действовал даже более строго, да, чем правительство. Я бы всех, например, ну, вот пустеют гостиницы, да. Они сейчас все равно пустые, да. Да, значит, я бы нашел средства государственные, да, и платил какую-то минимальную, конечно, нельзя, люкс, номер, да, норму, да, и эти люди, чтобы там две недели прожили, да. Это было самое эффективное мере. Второе место, которое надо защищать очень жесткими мерами – это больницы. Потому что там находятся эти люди, которые, ну, имеют самую большую опасность, да, именно умереть. С ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями и так далее, да. Да. То есть, во-первых, больницы надо разгрузить, то есть никаких плановых операций, никаких плановых лечений. И плановые это можно отложить на какое-то время, на месяц, на два, да. То есть, тем, которые не угрожают жизни, я бы всех выпустил домой. Потому что, тем более, да, ну, и родные сидят дома, да, ну, пусть позаботятся о своих, эти самые. И второе, да, строгий карантин – никого не пускать. Мне было немножко удивительно, что вчера, ну, больница Гайлзерс, там будем пускать, там не будем, нигде нельзя пускать. Всё, надо понять, что крутые меры такие, которые понятны даже самому глупому человеку, потому что они очень простые, не будет пускать, вообще не будет пускать. Ясно, что… То есть, полумеры тут не годятся? Нет. Такие, да, нет. И, конечно, зашито медперсоналом. Потому что самая большая ошибка в Италии была то, что больные поступали в большие госпитали, инфицировали там больных, да, идти и померяли. Да, то есть, пансионаты, там, где старые люди скопляются, старые люди, это надо полностью изолировать от остального мира. Вот, да, я думаю, что многие наши радиослушатели помнят, что как раз ваше президентство или ваша президентура пришлась на тот момент, когда в стране был тяжёлый экономический кризис. Мы помним 2008, 2009, 2010. Это, конечно, не коронавирус, но с точки зрения вот тех последствий для экономики мы все помним. И тогда, если я, может быть, что-то забыл, вы меня поправите, я помню, что вы собирали все политические силы, вне зависимости от того, какая у них там идеология, ориентация, пытались каким-то образом их объединить, даже предлагали какие-то декларации подписать. Вот, нет, такое ощущение, что сейчас, мне кажется, вот этого не хватает. Да, там, Сейм собирается, там, принимает эти чрезвычайные меры, но, мне кажется, этого не хватает, может быть, я не прав, как-то президент потерялся в этой истории. Ну, дважды он что-то сказал, 30 секунд, да, но мне кажется, что нужно какие-то более такие, не знаю, мотивирующие заявления, понимая то, что вы сказали в самом начале, что многие даже приезжают, думают, ну, у меня симптомов нет, ну, пойду погуляю, пока выпускают. Конечно, это было бы здорово, потому что, ну, важно, чтобы этот коронавирусный кризис, да, не захватил политическую среду, то есть, что политики не начали… А соблазны есть, выборы. Да, 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 выборы, соблазняются, вот я, там, мне, я бы так не делал, да, я бы это… Это, ну, это опасно, потому что самое главное, что сейчас у нас есть так проблема – соцсети, интернет, да, то есть, люди ищут ответы сами, да, в соцсетях, интернет, там, заполнены очень разными взглядами на это, да, противоречащими, правильными, неправильными, иди ты пойми, кто правильный, кто неправильный, да. То есть, это момент, когда надо прислушиваться именно правительству своего государства, потому что тоже государство от государства отличается, да, то есть, эпидемиологическая ситуация, культура поведения, да, культура, то есть, оснащения, это все отличается, да, почему Германии мало, а Италии много, да, это все-таки культуральный бэкграунд, это играет роль, да, какие есть традиции семьи, какие катрицы, ну, что делать? Мы знаем, что итальянцы целуются, все при встрече. Да, они посещают своих родителей, ужинают с ними вместе, так быть, то есть, это надо понять, то, что надо прислушиваться руководителям своей страны, те, которые контролируют ситуацию именно нашей среды, именно нашем обществе, да, это очень важно, что вы об этом говорите, да, что СМИ, да, обращались, да, и этой проблеме, ну, чтобы все слушали, и прислушивались именно, ну, не там, как сказать, красивым там дискуссиям, а именно, что говорят те, которые руководят нам. В этом, в этой ситуации очень важно, что политические силы поняли, что это национальная проблема, это не политическая проблема какой-то партии. То есть, ну, конечно, я бы согласен с Абиком, что, ну, здорово было, если они вышли и сказали, да, мы все поддерживаем, это все, это наш кризис, это надо быть, потому что экономические последствия будут, и никто не знает, какие будут. Ну, будут. Они будут, потому что как уменьшается, ну, передвижение людей, так и снижается экономическая активность. Они не тратят деньги, они не тратят деньги, кто-то не зарабатывает, кто-то не зарабатывает, имеет большие проблемы, а другие, например, много зарабатывают, да, потому что есть спрос на какие-то продукты, да, и, конечно, такие категории, как гостиницы, да, как транспорт, ну, туризм туда-сюда. Понятно, что рестораны пострадают. И рестораны пострадают. То есть, ну, ладно, можно сказать, без этого можно жить, но подождите, это все часть нашей экономической системы. Цепочка. Да, то эта цепочка пойдет. Сколько это будет продолжаться, да, и какие будут конкретные последствия, конечно, очень большая роль играет, роль как угадать, какие экономические последствия будут, как помочь тем, которые нуждаются, и как отличить тех, которые просто кричат, кризис, давайте деньги. Откуда деньги? Их надо зарабатывать. И не просто так, где-то в банке не лежат, чтобы просто взять, когда нужно, да. То есть, ну, конечно, такая политическая солидарность была бы очень полезна в этой ситуации, да. А человеческая солидарность, мы, ну, наверное, наблюдаем тоже так, и по соцсетям, и, в общем, сами по себе, мне кажется, такое время, когда особенно, ну, ладно, сегодня солнечный день, вчера был серый день, и все как-то старались созвониться друг с другом как-то, ну, было неуютно, и все как-то старались, не знаю, пообщаться, лишний раз спросить, как у кого дела, и вот госпожа Винкела тоже обращалась, там, познакомьтесь с твоими соседями, вдруг кому-то нужна помощь. Ну, то есть, какая-то солидарность общества, вне зависимости от всех нюансов, которые у нас существуют, она тоже, наверное, происходит. Это очень хорошо, потому что поменяются какие-то обычаи тоже, да. Вот сейчас отдаленно, там, школы как будто, да, посмотрим, что это, и возможность, да, то есть, посмотреть, может, что-то мы можем поменять. Вынужденный эксперимент. Да, эксперимент, который, ну, покажет, ну, мы готовы, это мы не готовы, но многие работают из дома, да, потому что можно это делать, и это очень правильно, то есть, даже и такие привычки, как руководить коллективом, они изменяются, да, потому что, ну, заставляют изменяться. И некоторые закрываются, например, да, некоторые отпускают на отпуск. И насколько, ну, мне говорили люди, да, что взаимопоймание между работодателями, да, и сотрудниками, да, она довольно хорошее. Взаимопонимают, да, что, ну, будет кризис. То есть, это не так, как тот 10 лет назад, когда просто мы, вау, откуда он пришел, почему мы не готовы. Мы намного более готовы, да, потому что успех будет в том, как организовано будет наше управление, как хорошо организовано и умело, да, и как организовано будет само общество и каждый человек отдельности. То есть, ну, что делать, да. Ну, я как говорю, молодым, ну, надо понимать, что в данный момент им надо думать, как защищать стариков, даже соседей, да, как им помочь. Это удивительно, многие только сейчас задумали, что они даже не знают своих соседей. Вот сейчас такая жизнь, да, что они не знают своих соседей. Ну, будет такой тихий период, когда узнаем многих, ну. Да. Ну, то же самое, ну, не только, ну, вот пугаться этого, да, но какую выгоду мы можем, как общество, да, себе создать, да, из этого кризиса, из опыта этого кризиса, да. Потому что по рейтингу, да, ну, смотрим, да, мы на 27 месте, то есть далеко от лидеров, да, которые большие проблемы именно с коронавирусом, да. Ну, кризис всегда выявляет какие-то слабые места. Вот многие, наверное, обратили внимание, что, видимо, действительно в этих государственных резервах не было предусмотрено достаточное количество масок, можно спорить, насколько они эффективны, но я так понимаю, что оказалось, что их нет в достаточном количестве. Второй, наверное, момент, будем надеяться, что не будет одномоментно много тяжелых больных, но вы, но фактически у нас две таких больших клиники на всю страну, да, и, может быть, это была ошибка в свое время, что первую больницу превратили, там, не знаю, в дневной стационар. Ну, ладно, без политики сейчас, да. Да, без политики, да, конечно. Вы понимаете, ум, вот эта помощь, ну, именно тем, которые заболевали этим вирусом, оказывает не самой крупной больнице, но среднего размера, потому что ошибки, которые были, да, когда всех закрыли в одно судно, или закрыли в какой-то одной гостинице, чтобы это кончилось, затем, что они друг друга заразили, в конце концов, да. То есть, например, надо было рассредоточить, да, изолировать по маленьким группам, да. То есть, то, что я говорил в начале этого интервью, да, что не надо смотреть, это не случай больших больниц, это случай хорошей изоляции, хорошей изоляции. То есть, там, где меньше персонала, да, там, где, ну, эконом, должен быть качественный персонал, да, но не просто много профильную больницу, там, сделать, как инфекционную больницу, это нельзя. У нас есть инфекционная больница, это большая-большая выгода, так что мы такую имеем. Да, во многих странах такой нет. Нету, да. То есть, ну, там я вам согласен, да, что, например, вот то, что сохранили хорошего, да, из советской системы, да, здравоохранения, да, вот этот кризисный момент, это показывает, это хорошо. У нас есть инфекционная больница, которая только понимает инфекционную больницу, да, а не просто всех повезли бы в университетскую больницу, да, и там все заболели, да, и потом ай-яй-яй, что ж, какая смертность, да, потому что надо умело руководить, то есть, не допустить, что вирус дошел до тех, которым он опасен. Это старые люди, это хронические больные. Как вы, в общем, оцениваете готовность к системе, потому что вот сейчас последние несколько дней обсуждают, что и вот министр внутренних дел, господин Гергенс тоже нам в интервью говорил, что буквально все, ну, на коленке какие-то правила пишутся, там те же, как вести себя в магазинах, ну, потому что до этого такой ситуации не было, поэтому это нигде не прописано, да, как. Поэтому все вот так вот путем, опытным путем, как говорится, сейчас вот пишется. Ну, опыт был на уровне специалистов, инфектологов, эпидемиологов, да, они все-таки довольно разумно разговаривают и с руководством, да, вашей страной, так же и с населением, да, то есть, это опыт, который надо набраться, да, именно правительству, да. То, что есть чрезвычайное положение, это хорошо, это, ну, не только у нас есть обязательство, но есть такая свобода решений, да, и правильно говорить, и писать какие-то правила, да, прямо во время соседания, их на второй день принять или тот же день принять, да, и уже люди хватают это на лету. То есть, ну, все это насчет магазинов, да, еще можно было там лучше сделать, да, но факт, что люди понимают. Главное, чтобы у людей была информация, а это уже ваша задача, да, кого приглашать, как рассказывать. Не обязательно сразу гречку скупать, правда? Сто лет не могу. Ну, гречка, это, вы понимаете, я вчера заходил ТВ-24, да, там Роберто, да. Ну, что сегодня готовим, он теперь улыбается, говорит, гречку, да. То есть, надо же людям подсказать, что с ней делать теперь, да? Да, вы знаете, будет меняться и, например, привычка закупать продукты, потому что, в принципе, я бы закрыл все остальные магазины, кроме продуктовых. Вот это, кстати, вопрос большой, который уже общий. Почему? Потому что, ну, одежду вы купите через месяц, но не так бедными, да, и не такая нужда. Да, но, конечно, пишут продовольствия, это другое дело, да. Опять там, как фассировать, да, как, ну, заходить в магазин, да, ну, трудно будет, потому что все привыкли там толпой, да, ну, ну, что поделаешь, да, но свои привычки к каждому человеку надо будет немножко поменять, да, потому что, ну. Не каждый день заходить в магазин, а раз в неделю. Как вы относитесь к разговору? Я понимаю, что всегда есть разные мнения, одни сторонники, что не нужно так вот жесткие меры принимать, другие считают, что, наоборот, надо еще было более жестко. Многие говорят, что и Латвия в том числе все время опаздывает на один шажок, то есть надо было раньше закрыть границы, раньше прекратить это вот сообщение. Я понимаю, что всегда можно по этому поводу дискутировать. Как вам кажется? Всегда можно дискутировать. Я думаю, что, что хорошо, и почему у нас больных не так много, и все они осознаны, да. Потому что все-таки была какая-то организация, и шаги были, ну, может, день позже, да, но они были довольно такие адекватные, да. Мы ничего больших ошибок ни правительства, ни те, которые руководят этим процессом, не сделали. Больших ошибок нет. То есть нам было время учиться от других немножко, один месяц, два месяца, пока это все распространялось, да. Потому что, ну, эта эйфория, да, та, 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 как в Китае к нам не придет, или это там саудовская в Арабии, это к нам придет, не придет. Но на все это было ошибочно. Это весь мир ошибался, да, что будет вот так быстро. Думаешь, как САС локально, и ничего дальше не будет распространяется. Ну, да, но САС там мы смотрели по телевизору, а это уже наш быт. Ну, в принципе, нужно дать должное Китаю, все-таки им удалось более-менее справиться, пик эпидемии там пройден. Ну, у них этот опыт был-то, у них уже опыт был-то, то есть как поступать. Потому что, ну, люди думают, лекарство, вакцины, да, самое главное, это не распространить, это чисто механическое, от человека человеку не дать этому выросу. Потому что что такое вырос? Ну, урос такое, ну, живое существо, очень примитивное, да, но оно хочет размножаться, да, где-нибудь они можно размножаться. В организме. Да, в клетках организма, да, но они рады, да. Ну, то есть, вирусы – частная наша жизнь. Очень важно понять людям, да, что вот на нас живут бактерии, вирусы в наших клетках, что это нормально, да. Ненормально это становится, как какой-то из этих бактерий или вирусов, да, становится агрессивным. И нарушать вот эту гармонию нашу, садить сожительство, да, с микроорганизмом. Да, то есть, не надо перегибать палку с дезинфекцией, да, с сейфгардом, мылом, да, и так далее. Вы, как сказать, удаляете свои хорошие микроорганизмы, да. Да, в среду привычную. То есть, они конкурируют между собой, они не конкурируют с нами, то есть, они не пытаются нас убить, да, это так и получается, да. Не специально. Побочный эффект. Да, но так что даже вот это понятие, да, ну, очень важно, чтобы об этом говорили, да, потому что я смотрю там, люди, ну, вот это движение было так, это чистый дом, да, там, три раза всё моют, десять, но это нехорошо. Это нехорошо для наших детей, между прочим. Ну, кстати, как говорят же, да, когда маленькие дети, что нельзя там полы натирать, когда мамы молодые там всё чистят и опытные говорят, не надо, надо свою долю бактерий получить. Вот и когда у нас есть, например, кризис такой, что вот эта инфекция здесь, которая опасная инфекция, конечно, в публичных местах всё надо мыть. Это понятно. Безинфицировать и так далее. Но себе дома, ну, не портить только среду. Это то же самое, что поссориться с супругом. Да, это, кстати говоря, да, особенно в кризис. Вот что касается международной повестки, вот такого ощущения, что всё-таки на уровне Брюсселя не было чёткой координации. Я понимаю, что все не имеют опыта, но вот как-то Европейский Союз как-то лихорадил. То говорят, нет, ни в коем случае границы не закрывайте, мы должны какое-то общее регулирование принять. Только вчера вообще появились какие-то сигналы от Еврокомиссии, хотя уже вирус у нас дома, условно говоря. Ну, это всегда будет дискуссия, где границы между централизацией и децентрализацией. Конечно, что отдельные государства, именно вот такие небольшие государства, как Латы, могут действовать очень быстро и адекватно. Это правильно. Не ждать, пока там что-то Брюсселя. Адекватно, да. И вот это есть преимущество нашего государства. Я люблю своё государство, потому что у меня такие большие, и нам самим себя управлять, в принципе, не так сложно. Но главное, надо хотеть. Брюссель всё-таки, но это пока консенсус этих, которые уже там кричат, и тех, которые говорят, у нас ничего нет, ну, получается, там уходит время. Я согласен, да. Вот это такое, мы всегда говорим, европейские директивы Брюсселя, но в этом случае директивы не было. И тогда вопрос, это хорошо или плохо, что не было. Ну, да и хорошо, да и плохо. Ну, тоже опыт. На фоне всего этого понимаем, что должны были быть неочередные выборы, которые пройдут обязательно, куда же без них. Но пройдут позже, как предполагается, на июнь будет перенесено. В общем, что ваше мнение о ситуации, которая в Рейской Думе сложилась, о внеочередных выборах? Ну, и поезд уже ушёл, да. То есть, Думу распустили, да, и выборы нужны. И, конечно, нужны чем скорее, тем лучше, да. Но дату выборов, это нельзя так переложить, как открыть или закрыть магазин. То есть, ну, люди должны знать, в какой дате они пойдут лурном, да. И политические партии должны знать, как вести себе политическая диктация, потому что политическая борьба, это нормально, это политическая борьба. За право руководить самым большим городом нашей страны. Но если поменять дату, то надо быстро говорить. И аргументы должны быть. И потом уже эту дату не менять. Потому что очень трудно. Например, мне отложили все международные конференции. Как кто? Кто? Просто будет какие-то даты. Например, турки мне сказали, да. Мы уже июля делаем. То есть, они уже назначили дату июля, да. То есть, ну, подходы разные, да. Также, ну, и нам надо делать, потому что вот фестиваль Лампа, да. Да. Они на сентябрь положили. Уже дату назначили, да. Да-да, давно уже решили, что все. То есть, и для выборов нужна ясная дата. Люди поймут. И политики поймут. Но нужно эту дату. Ну, вот сейчас угадай. Когда? Когда, да. Ну, потому что долго жить просто под технической администрацией, это нехорошо. Особенно после этого бардака, который там был, да. Это вот этот период, пока только есть администратор, который толком все не может эту картину видеть, да. Да, ну, там маленькие бюрократы делают что угодно в данный момент. У них руки свободны. Нет политиков. Обычно говорят, ну, там политики там нам мешают. Палки в колеса, да. Или наоборот, там, пощеряют, да. Ну, в данный момент они там как мышки. Делают каждый что хочет, да. Так что, ну, это нехорошо для города. Надо выборы, надо политическое руководство города. Все равно кто выиграет, да. Но надо, чтобы было это стабильность. А вот по поводу, кто выиграет. Есть у вас, как это сказать, мысли по поводу того, обновиться ли? Потому что, ну, есть мнение, что, ну, соберутся все те же самые. И как они будут договариваться, если они сейчас договориться не могли? Ну, не будет другого выбора. Выборы покажут, какие есть соотношения, да. Сколько у каждого есть голосов, да. И тогда надо будет договариваться. Нет другого выхода, там, плакать, что у меня нет 50%, это, ну, это уже не вопрос, да. Надо будет договариваться, да. И из этого это Рига нуждается. Я рижанин, я всегда это говорю. Я родился в центре города, да, это мой город, да. И я болею за этим городом, да. А вообще меняется политическая среда, вот, по крайней мере, с тех периодов, когда вы были президентом, когда предпринимательный указ номер два, все-таки поменялось за эти годы, да. Ну, почему меняется? Ну, как, все равно приходят новые люди. Приходят молодые люди. То есть уже, ну, смена поколений непрерывно происходит, да. И когда мне говорят, ну, что вы, мой сын даже, ну, что вы там, говорю, слушай, во-первых, я не кто сегодня, да. То есть не говори мне, что я что-то плохо сегодня сделал, да. А говорят, это вообще-то ваше поколение. То есть вы должны зайти. И ваши навыки, и ваши идеалы, да, какие-то будут. Это нормально. А нет желания, не было желания все-таки каким-то образом вернуться в этот активный политический процесс. Ну, с учетом вашего опыта, я помню, что один из президентов, Андрис Берзинч, в свое время даже пытался и был избран тоже обратно в парламент, пытался попасть. Это умность. Умность тоже, да. Вы знаете, да, но этот период закончился. Не надо быть таким самоуверенным, да, что я самый лучший, да, я самый умный. Тогда это уже начало конца, да. То есть я не буду возвращаться политикой, да. Я буду активным гражданином. Я буду приходить к вам, отвечать на ваши вопросы. Мой принцип, что трудных вопросов нет, на всех надо ответить. Плохих вопросов нет, на всех надо ответить. И, конечно, население ждет этого. И я могу намного свободнее отвечать, потому что мне интересуют мои рейтинги. Мне интересуют рейтинги моей партии. Мне интересуют благополучия жителей Латвии. Нет зависимости. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Да, у нас есть вампия. Одевайте, пожалуйста, наушники. Сейчас мы будем их принимать. Доброе утро. Слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. А я все-таки про коронавирус. Вот в Аджее, этот самый, как и у нас, наторская база, и там войска на принципе ротации находятся. И постоянно меняются эти самые военные. И как раз из всех европейских стран, Италии, Испании, где сейчас самый коронавирус. Надо ли ограничить эту ротацию? Вообще, что военные делают? Я вообще не слышал про нацистскую базу эту. И про Ленезерс. Там напротив тоже какая-то американская вирусологическая лаборатория, чуть ли не за колючим забором. Что там происходит? Да, но по поводу лаборатории, это, по-моему, из области какой-то фантастики. Вы знаете, написать можно что угодно. Не знаю про такую лабораторию. Точно не знаю. Ни как врач, ни как бывший политик. Не знаю. Насчет натовской базы, конечно, есть ограничения. Если посмотрели, просто это незаметно. Это как некие будто чужие там. С 13 марта. Да, они тоже не могут. Там ротации не происходят. И даже они не выходят из базы. Ни учения, ничего. Нет учения. Потому что военные очень дисциплинированные. И я говорю всегда, самые умные люди во всем мире, несмотря на государство, на преднадлежность, это те генералы, которые руководят армию. Потому что они понимают серьезность каждого вопроса. И серьезность вопроса инфекции в казармах. Это точно. Вчера профсоюз медиков, все-таки это не политическая организация, выступила с таким заявлением. В принципе, достаточно логично, мне кажется, что ну как же так. Вот сейчас готовы позаимствовать 1 миллиард евро на поддержку бизнеса. А когда медики просили выполнить закон и найти 60 миллионов, сказали, ну нету. Вот вам половина и хватит. Кризис есть кризис. Чрезвычайное положение есть чрезвычайное положение. Из этого есть вот чрезвычайные решения. И надо понять, что если кто нас кормит? Причем бизнес. Кто платит реальные налоги, не просто одного кармана, другой карман. Это реальный бизнес. Который создает добавленную стоимость. Да. И, конечно, в первую очередь, это надо, как вернуть бизнес на ту уже орбиту, которую он точно потеряет во время этого кризиса. И все бизнесмены готовятся. Осторожность. И уже они готовятся к этому послевирусному периоду. То есть, ну, рост экономики не будет. А надо его опять заставлять расти. То есть, медики получат деньги, когда бизнес заработает деньги. Надо понять, что примарное, от чего происходят деньги. Деньги получаем. Это не от дяди и от мамы. Это просто из бизнеса. Тяжело делать прогнозы. Тем не менее, ваше ощущение, к лету это все закончится, как вам кажется? Я имею в виду чрезвычайные меры. Чрезвычайные меры, я думаю, что закончится. Хоть сто процентов никто не может сказать. Потому что, ну как, если такой процесс, что те, которые болеют или даже не замечают, что болеют вирусом, у них вырабатывается иммунитет. Те, которые говорят, что нет иммунитета, это биологическая реакция, это биологическая логика. То есть, они создают среду, где уже некуда распространяться. То есть, чем мы медленнее и более ровно выходим из этой ситуации, тем это будет уже стабильно. А экономика когда? Вот это другой вопрос. Может быть, год. Может быть, даже больше. Пока восстановятся все эти связи, которые глобальные связи, потому что связаны со всем миром. Как они восстановятся, ну, трудно сказать. Можно уйти даже пару лет. Может быть, я пессимист, да, но мы возвратились к своему росту, да, но через пять лет после экономического кризиса. Ну, если смотреть, как лихорадит биржа, что случилось и по другим причинам с ценами нефти. Все это, конечно, было, да, но было вместе тоже с медленным потом возвращением на нормальное русло, да. Ну, что хорошо, я думаю. Ну, хорошо, что все немножко забыли воевать друг с другом. Вот, это вопрос, который я хотел вам задать. Вы опередили, да? Да, но это мне дает причину задуматься. Когда люди убивают друг друга, весь мир очень равнодушный этому. Ну, это их не дело. Да, локальный конфликт, мы убили и убили. Это далеко, это далеко, там, а, так, другие страны, там тоже, мне кажется, ну, и что, это не у нас, да. То есть, какая-то, ну, такое, ну, это не наше. Но убивают-то много. Когда вирус убивает, вот, весь мир объединяется и разделяется, да. Даже Трамп сказал, что не более десяти человек. Я вообще был удивлен, да. То есть, надо будет как-то помыслить, да, потому что, кто у нас убывает? Когда вирус, тогда мы солидарны, когда люди друг друга, ну, что-то равнодушное тому, да. Вы сказали про активную гражданскую позицию. В общем-то, она, наверное, в вашей инициативе по поводу памятника свободы тоже выражается. Мы замечали и на общественном транспорте вот этот призыв, да. Здесь тоже, наверное, сейчас какой-то будет притормозить чуть-чуть. Или не ожидаете, в общем, как вообще идут сборы? Я напомню, что это сборы, ну, как благотворительные сборы людей на то, чтобы сделать это освещение для памятника. Да, конечно, процесс пройдет. Мы никуда не остановимся. И потому что опять процесс, он имеет какую-то... Волнообразную. Нет, график какой-то работы, да. То есть, это довольно сложный проект, да, потому что, ну, за год, да, мы все-таки добились концепта. То есть, поняли, да, что посмотрели старые планы. 1904 год, да, что уже тогда, как было планировалось центр города, вот было планировано особенное освещение с часы Лайман, да, до гостиницы Латвии. Латвии, да, то есть, вот эта вся аллея, она была центром города. То есть, у нас уже сейчас есть концепт, что это будет освещаться не только памятник, но вся эта аллея. Конечно, это мы не будем собирать пожертвования на аллею, да, это будет делать город, и государство будет, и у нас есть хорошие переговоры, как и... Ну, так, казалось бы, государство и должно как-то поддержать. Самый центр, сердце вообще Латвии. Да, да, но факт то, что показала эта акция. Если мы будем простые люди делать, то и город будет делать, да, будет поддерживать. И, конечно, это сложный проект, да, мы собрали в данный момент 56 тысяч. Это так хватает, что мы могли заказать проект, уже не концептуальный, уже технический, архитектно-технический проект, без проекта ничего нельзя. И, конечно, почему мы взяли эту обязанность на проект, что не было вот это, 4 проекта, 5 конкурсов, и обещание политиков, и окончание ничего не сделали. Или отложили на данный период. То есть, вот это все идет, да, конечно, сейчас вырос, это самое главное, да, мы тоже люди умные, да, понимаем, что, может быть, пожертвований пойдет меньше, да. Но, хоть и мы и обращались людям очень простым, по простому принципу, да, дайте хоть один евро. Да, там не нужно, десятки, да. Ну, участвуйте, да, потому что они просто там, богачи соберутся, да, вот там, дайте деньги, дайте деньги. Нет, это надо сделать, что мы сами что-то можем сделать. Это опять такой популяризации самого памятника, он очень красивый памятник, да. И, конечно, вот технический уровень 21-го века, потому что он был освящен до войны, но это методом того времени, да. И когда начали, например, изучать, то и сами очень много научились. Не только старые, изучай все старые освящения, которые были, да, за последние 120 лет. Профессионалы теперь. То есть, уже понять, ну, как не навредить, да, как сделать это лучше, да. И потом, в каком цвет это? Белый свет тоже имеет оттенки разные, да, теплых. И, как бы, в конце, когда начали мерить, да, не только делать модель, да, компьютерную, деменционную, но и когда начали, например, измерять именно в эксперименте, да, то каждый материал требует другого цвета, белого цвета, да. Но наша цель, это самое, чтобы он уже ясно в модели видно, да, что каждый день это вот эта вся аллея, этот памятник, это было место, где, ну, приятно находиться. Как вы думаете, когда это может осуществлено быть? Год, два, три? Ну, по нашим планам, ну, мы уже отложили на один год, да. Да, по нашим планам мы могли успеть, да, на 18 ноября следующего года. То есть, вот до конца этого года будут проекты и все согласания. И, конечно, да, там будет три этапа. То, что мы собираем деньги и работаем с пожертвованием, да, это другая ответственность, да, чем деньги налоговые, да. Люди дают на конкретную цель, да, и мы ответственны перед этими людьми. То есть, ну, и самоосвещение, это будет первый этап, это мы сделаем, да. Конечно, вот вся эта аллея, да, это уже лежит на город. Но, конечно, если будет сам памятник, я думаю, что город, ну, и тоже сделает свою часть, да, и сделает наш город более красивым. Спасибо, врач, экс-президент Валда Затлерс был у нас в студии. Мы прервемся, вернемся с обзором прессы, новостями, рекламой. Не переключайтесь.